две пробки если эту сторону здесь вот эту сторону теперь соединяем об все держим чтоб хорошо соединилась все соединились они хорошо прилипли друг другу аккуратненько ножом вырезаем серединочку вот здесь вот середку вот эту часть сейчас я вырежу еще горячий так и на выходе мы получим вот такие две пробки аккуратненько срезаем ножом можете не срезать ну чтобы она была как бы эстетичный вид срезать вот это вот ножом лишнее сделать более облагородить вид так сказать аккуратненько снимается все и на выходе получаем такую пробку вот видно видите она стала длиннее здесь дырку сделали прорезали эту часть в этой пробке в этой первой вот бутылка с вином будет сейчас она пустая в чем суть закручиваем вот эту двойную пробку бутылку закрутили и теперь смотри сюда и теперь всегда вот здесь вот на дне бутылки остается вине осадок как бы вы его не чистили все равно она отстоится и будет осадок для того чтобы осадка не было она у вас постояла там с месяц в погребе в подвале в темном месте прохладном уже готова вино которое вы поставили и потом берете бутылки переворачивать его таким образом чтобы она стояла и тогда весь осадок этот сядет здесь пробки для чего то есть получается как контейнер для осадка все когда будете открывать такое вино вы его берете аккуратненько вот таким вот образом 1 и открываете весь осадок отсюда если у вас газировано вино вообще хорошо когда будете открывать пробку она вместе с с газами его выкинет если вино не газированное осадок он будет твердый страну как сгусток и где-то 80 процентов осадка у вас останется здесь в этом контейнере то есть во второй пробке вот и весь чем смысл все